Приветствую, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я предлагаю еще раз посмотреть на храповой механизм из набора LEGO 21327, печатная машинка. В обзоре я показывал, как работает этот механизм, но там в процессе сборки вот эта часть закрывается, и ее не видно. И я подумал, что может быть кому-то будет интересно более подробно взглянуть на эту систему, может быть кому-то пригодится самоделка в будущем. Ну, для начала механизм надо завести. В модели эта производится переводом каретки вправо, получается, если печатная машинка прямо перед вами. Каретку я уже снял, но она вот связана с этим рычагом, и я сжал амортизаторы. Теперь они давят на этот рычаг, но у нас ничего не вращается, потому что вот это вот колесо, храповик заблокирован вот этой шайбой. Зубчики у него такой вот несимметричной формы, с этой стороны, наверное, давайте посмотрим. И они зацепляются за вот эту шайбу. Когда мы нажимаем клавишу, этот рычаг опускается вниз и позволяет зубчатому колесу повернуться на один зуб. Для того, чтобы все это работало, мы видим здесь вот такую вот вилку, и снизу у нас тоже есть шайба, и она там очень важную роль выполняет. Давайте я попробую убрать сейчас нижнюю шайбу. Сейчас я аккуратненько сниму эту конструкцию. Только что мне удалось это сделать. Ну а теперь, да, тоже удалось сделать еще раз. Вот я убрал нижнюю шайбу, и теперь шайба у нас только сверху. Повторно заводим механизм. Так, и теперь при нажатии на клавишу, у нас снизу нет ограничителя, и колесо сразу повернулось на большое количество оборотов. Пружины его раскрутили, и, ну, практически полностью амортизаторы выдвинулись. Все, механизм перестал работать. Вернем на место вторую шайбу. Заводим механизм, и крупным планом еще раз посмотрим, что нам дает шайба. Она сразу упирается в следующий зуб, и не дает колесу повернуться на большой угол. В фокусе, не в фокусе, но должно быть в фокусе. Отпускаем, и снова блокирует колесо верхняя шайба. Вот нижняя сначала не дает сильно повернуться, верхняя обратно фиксирует. И за это время амортизаторы потихонечку, потихонечку распрямляются. Ну и верхняя шайба блокирует механизм, в общем-то, под действием силы гравитации, потому что эта часть вилки намного тяжелее, чем правая. Здесь практически ничего и нету, и она просто свободно болтается и падает. Давайте попробуем перевернуть, что получится. Не знаю, что получится. Получится какая-то ерунда. Ну, а, нет, ну тоже все работает, только теперь блокирует другая шайба механизм, которая была нижняя, она стала верхней. А, ладно, ничего не работает. В общем, вот так это задумывалось, и так это работает четко, можно сказать, как часы, ладно, как печатная машинка. Вот такой вот интересный механизм. Ну, нельзя сказать, что я его подробнее показывал в обзоре, потому что там все-таки часть была закрыта. Но вообще, да, вместе с кареткой его работа была продемонстрирована. И кому интересно, ссылочка будет, конечно, на обзор. Моделька, ну, не сказать, что суперинтересная, но как минимум она интересна технически вот этим вот самым механизмом. А на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока!